Соблюдать правила дорожного движения нужно и на придомовой территории. Сотрудники ГИБДД совместно с молодой гвардией провели акцию «Безопасный двор» в Томилине. Они раздали детям светоотражающие наклейки и рассказали, как правильно вести себя на проезжей части. На какой цвет нужно переходить дорогу? На зелёную. Молодец. А на красную что нужно сделать? Стоять. Умничка. Маленькому Глебу всего 4 года, однако он уже знает, что дорога – это потенциальная опасность. С детской площадки без взрослых не выходит. Всему этому малыша научили его родители. Я считаю, что это очень важно, в тем более современном мире. Что вы ему рассказываете? Как ему это преподносится, что он вас понимает? Ну, как правило, это в игровой форме. Мы с мамой купили книжку, мы обязательно читаем. Ну и на собственном примере всегда переходим дорогу через пешеходный переход, соблюдаем правила дорожного движения. И ведь действительно так важно учить детей правилам дорожного движения, начиная с самого раннего возраста. Во избежание несчастных случаев организаторы акции рассказали ребятам, как они должны вести себя во дворе. Вручили им светоотражающие фликеры, памятки велосипедистам и листовки с ПДД. И как оказалось, тамилинская молодёжь всё это знает и, что самое важное, соблюдает. В школе учили. Да, в школе пригодилась, на конкурсы отправляли. Надо было учить. Мне родители ещё рассказывали о передаче смотрела. Почему это так важно их знать? Чтобы не попасть в аварию. Чтобы не попасть в аварию, под машину, чтобы не получить травмы. Потому что сейчас основное у нас на дорогах машины ездят, и как бы их очень много, нужно знать правила дорожного движения. Необходимо знать правила, конечно, и взрослым участникам дорожного движения. Только в этом году на дорогах дворов пострадали три ребёнка. Почти всегда причина ДТП становилась невнимательность родителей. Мы беседуем с ними, раздаём им листовки, памятки, в которых непосредственно указано, как необходимо научить ребёнка вести себя во дворовой территории, на что необходимо обращать внимание. Ну и, естественно, как необходимо родителям самим вести себя в такой ситуации. Однако страшнее всего, когда сами водители лихачат во дворе, как на магистрали. Не задумывая, что под колёса может попасть ребёнок, которого сложно заметить в зеркала, представители местного отделения молодой гвардии «Единой России» также развесили напоминалки на машины. Ну, естественно, дворовые территории тоже зависят от администрации. Должны быть и оформлены, и оборудованы правильно, чтобы были и лежачие полицейские, чтобы машины не гоняли. Должны быть знаки установлены. И другое оборудование для безопасности дворовых территорий. Акция «Безопасный двор» входит в проект «Безопасные дороги» от Люберецкого отделения партии «Единая Россия». Сотрудники ГИБДД, члены комиссии ПДН и представители молодой гвардии продолжат профилактическую работу и в других дворах Люберецкого округа. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.